Это Джесси. Она мама четырех коричневых щенков, появившихся у нее предположительно четыре месяца назад. Пока спасти удалось только ее. Из худавших щенков ищут волонтеры по всему городу. Хозяин собак не отдал их зоозащитникам. 10 февраля волонтер нашего приюта позвонил мне с информацией, что отдаются щенки. Щенки показались худоватые, поэтому она попросила проверить мне эту информацию. Мы договорились с молодым человеком, автором объявления о том, что мы приедем, посмотрим. Не отдавайте, если нужно, заберем всех. На что он согласился. Вечером мы приехали, увидели долматинца в таком состоянии, а щенков на месте не было. Он пояснил, что щенков, сестра его, либо он сам путался в пояснениях, они выбросили просто-напросто. Бывший хозяин собак Матвей Жарков пояснил, что щенков он оставил в Южном районе, хотя сам он проживает в Приокском. Далее Рязанец перестал выходить на связь. Сотрудники общественной организации «Зверополис» уже написали заявление в полицию на бывшего хозяина Джесси для того, чтобы он был привлечен к ответственности за жестокое обращение с животным. По словам зоозащитников, Матвей Жарков пояснил, что попросту не кормил собак, поскольку у него не было денег. Поэтому они оказались в плачевном состоянии. Сейчас Джесси весит 10 килограммов, в три раза меньше нормы. Она находится на передержке и питается по режиму 6 раз в день. Питается она сейчас только сухим кормом, который выписали ей в клинике, больше ничем, поскольку собака истощена, ее нельзя кормить ничем другим. Ест понемногу, но часто. Несмотря на внешний вид, собака сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Мы первым делом поехали в ветеринарную клинику, нам взяли общий анализ, взяли биохимию. По результатам анализов, собака достаточно стойкая. И дело действительно в том, что ее просто-напросто не кормили, и стоит только правильно сейчас кормить нужными кормами. Для того, чтобы собака обрела благородный вид доломатинца, должно пройти время. После этого ее отдадут новым хозяевам. Волонтеры говорят, что дом для Джесси предлагают дать многие желающие. Собака очень умная и уже знает ряд стандартных команд. Сидеть, сидеть. Молодец. Дай лапу. Дай лапу. Молодец. Молодец. Лежать. 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 Сейчас для Джесси есть все необходимое. В лекарствах она пока не нуждается. Скоро у нее появится теплая одежда для прогулок на улице. Однако у руководителя общественной организации «Зверополис» есть другие подопечные, которые пока что не обрели свой дом. И многие из них сейчас только приходят в себя после суровых уличных реалий. Некоторым животным нужно лекарство. Вновь прибывшие порой требуют лечения в клинике. И всем им нужен новый дом и добрые хозяева. Найти себе верного пушистого друга может каждый рязанец. Приют находится по адресу улицы Промышленная, дом 17. Вы можете приехать сюда и увидеть животных своими глазами. Приют содержится на деньги благотворителей. Поэтому каждый желающий может помочь в спасении братьев наших меньших. Помощь приюту оказывает народ, просто-напросто неравнодушные люди. Всегда, конечно, требуется и корма, и подстилки, и помощь с выгулом, и отвезти-привезти животное. И, конечно же, материально на оплату каких-то посещений клиник, закупок лекарств. Без финансов животное вряд ли получится привезти в нормальное состояние. И пристройство. С пристройством все тоже туго. Если долматинцы хотят забрать, хотят забрать многие, то на дворнях у нас вообще хорошо, если мы одну собаку в месяц пристроим. Это здорово, это классно. И хорошо, если адекватные руки попадутся. Этот приют существует уже пять лет. Каждый питомец здесь находится до тех пор, пока его не заберут новые хозяева. Для Джесси такой проблемы уже не существует. Но судьба ее щенков до сих пор неизвестна. Поиски продолжаются. Волонтеры просят всех людей, обладающих информацией о щенках Джесси, сообщить им об этом. Им важны любые данные.